Привет! С вами я, Плюшевая Ксюша, и вы смотрите самый народный топ в мире, топ 5, дай 5! И как вы поняли, в сегодняшнем выпуске мы увидим пятерку любимых русских мультфильмов, за которые проголосовали вы, любимые зрители! На пятом месте мультфильм, выполненный в пластилиновой анимации. Новогодняя сказка про мужика, отправившегося за елкой. Падал прошлогодний снег. Ой, снежок пошел. Место номер пять! Падал прошлогодний снег, мультипликационный фильм, снятый Александром Татарским в 83-м году. Изначально Татарскому не давали работать над новогодним сценарием, заставляя снимать мультики про пионеров и сбор металлолома. Но когда режиссер заявил, что следующую работу он сделает про Ленина, и будет она по мотивам Зощенко, чиновники дали добро на первоначальную идею. А где кружечка? Ну и сказочка. Рабочее название мультфильма было «Елки-палки, лес густой». А главным героем в нем должен был стать дворник из пластилиновой вороны, но визуальную концепцию главного героя решили пересмотреть, как, впрочем, и название. А что-то я и сам какой-то маловатый. В итоге главный герой глуповатый, хитрый, ленивый и жадный мужик, которого жена посылает в лес за елкой. Там он гонится за зайцем, попутно мечтает, как на этом заработает, попадает в разнообразные ситуации и в итоге остается ни с чем. Заканчивается мультфильм словами автора о том, что в конце концов мужик принес домой елку. Но было это уже весной, так что пришлось возвращать ее обратно. Мультфильм полюбился народу настолько, что цитаты вполне абсурдного юмора превратились в народные поговорки. Маловато! Маловато будет! Маловато! Ну что? Достыкался? Да? Ой! На четвертом месте серия мультфильмов проплюшивала медвежонка и его друзей. Экранизация одноименной сказки Алана Милна Винни-Пух. Место номер 4. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Именно так говорит заглавный герой мультфильма Винни-Пух. Сняли экранизацию в трех частях в 69, 71 и 72 году. Первая часть начинается со слов автора о медвежонке и сразу после этого появляется главный герой, попутно заводя одну из своих песенок, называющуюся Шумелка-Сапелка-Пыхтелка. Если я чешу в запилке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Натнувшись на жужжащее дерево, Винни идет за своим другом пятачком и с помощью шарика пытается одурачить пчел и забрать мед. Печальный итог известен и даже упомянут в КВН-е песни, стилизованные под Арию. Мультфильмы про Винни-Пуха породили немало цитат и мемов. Озвучкой медвежонка занимался выдающийся советский актер Евгений Леонов, но обычный голос был слишком низок, поэтому звукооператор немного ускорил запись. На третьем месте цикл мультипликационных фильмов, основанных на сказках Григория Устера. Мультик про тайского котенка «Котенок по имени Гав». Котенок по имени Гав – это серия из пяти мультфильмов, четыре из которых вышли под руководством режиссера Льва Атаманова. Пятую уже серию про поезд хозяев выпустил Леонид Шварцман в 1982 году в память умершего Атаманова. Первая серия вышла в 1976 году, и поделена она была на три новеллы. Первая называлась «Одни неприятности», и в ней зрители знакомились с главными героями, а котенок Гав – с обитателями двора. Гав? Что? Гав? Гав? Во втором эпизоде котенок и щенок выясняют, где лучше бояться, а третий повествовал про сосиску, которую друзья ели вместе. Этот эпизод был запечатлен в скульптуре «Сосиска дружбы», которую открыли в Новокузнецке в 2013 году. Это у тебя что? Сосиска! Мультфильм про непосредственного котенка стал популярен и благодаря цитатам, многие из которых стали крылатыми. Эта сказка не теряет своей популярности и актуальности и по сегодняшний день. Книжки расходятся большими тиражами, а мультфильмы с удовольствием смотрят и цитируют дети разных возрастов. Какие-то... На втором месте экранизации повести Эдуарда Успенского про мальчика, который сам по себе. Мультфильм, породивший несколько мемов. Трое из Простоквашина. Место номер два. Первая часть трилогии мультфильмов о городском мальчике, занявшегося сквотингом, вышла на экраны в 1978 году. Сюжет крутится вокруг взрослого непогода мальчика по имени дядя Федор и его друга кота Матроскина, с которым они сбегают в заброшенную деревню Простоквашина. Ну скажи, кто там, кто там, кто там? Там, повстречав пса Шарика, они заселяются в дом и живут счастливо. Если бы не почтальон, который, пронюхав, что за находку мальчика можно получить велосипед, сдает неудачливого беглеца родителям. В интернете можно найти достаточно криповую идею, объясняющую тайный смысл мультфильма. При рисовке персонажей работа была разделена между художниками, а единственный типаж, по которому команда так и не пришла к общему мнению, был дядя Федор. Именно поэтому его экранный образ меняется сильнее всего от эпизода к эпизоду. Но это не считая бага с грудью его мамы, которая меняет размер от нулевого к пятому и обратно. Ой, как неудобно. Из интересных фактов во втором мультфильме «Бобра» из эпизода с рекой озвучил Витсон, но его имя не попало в титры. Достойные упоминания. Наша крыша, небо голубое, наше счастье жить такой судьбою. Простите, Вася, можно тут приземлиться? Ч... чего? Чебурашка, ты не ушибся? Нет, даже ни капельки. Ребята, давайте жить дружно. Ой, кто это может быть? Ура! Это моя колонка с интернет-магазина Beats7.ru! Я заказывала себе колонку Beatspill by Dr. Dre на сайте Beats7.ru. Она просто офигительно звучит! И самое приятное, что мне при заказе подарили еще 4 клевых подарка. Внутриканальные наушники Beats Tour, колонку Beatsbox Mini, mp3-плеер и нож-кредитку. Спасибо большое интернет-магазину Beats7.ru за приятные сюрпризы. Кому интересно, я оставлю ссылочку на магазин в описании. А на первом месте у нас советский аналог Тома и Джерри. Мультсериал про голодного волка и зайца-садиста. Ну погоди, обожаю этот мультфильм. Первое место. История этого мультфильма началась еще до первой серии, известной всем. В 69-м году был снят пилотный эпизод, главная идея которого и легла в основной мультсериал. Потом поменялась графика, облик персонажей и юмор, но основная идея о волке, гоняющемся за зайцем, оставалась неизменной. Изначально на озвучку волка хотели пригласить Высоцкого, который даже написал для своего героя песню. Но Барт был под запретом, поэтому утвердили Папанова, озвучивавшего волка с 1 по 16 эпизод. Наконец бываются все мечты. Лучший мой подарочек это ты. В 17-м и 18-м эпизоде также был использован голос актера, правда уже посмертно. Были использованы записи с прошлых эпизодов, анекдоты и просто шутки, записанные между съемками. Волк, заядлый хулиган, курильщик и вообще показан как крайний маргинал. И заяц, образец добропорядочного гражданина, спортсмен и участник художественной самодеятельности. В 2012 году был скандал, связанный с возможным ограничением показа мультсериала. Так как в нем показаны сцены курения. Но в итоге запретить классику не удалось и мультфильм радует детей и по сей день. Ну, погоди! И это был самый народный топ в мире, топ 5 дай 5 и с вами была я, Плюшевая Ксюша. Ставьте лайк под видео, если хотите поймать зайца. Подписывайтесь на канал, чтобы ваша елка была у вас на Новый год, а не к весне. Также заходите на мой канал, я очень надеюсь, что вам понравится. И не забывайте, как правильно есть бутерброды. Пока! Я буду рад, как почтален Печкин, получивший велосипед, если ты подпишешься на канал, а также посмотришь 10 интересных фактов о драгоценностях и топ 5 самых желанных женщин, часть 2. Субтитры сделал DimaTorzok